больше всего от войны устают те кто не принимают в ней участие такой шутливый афоризм написал я 23 мая 2023 года сейчас 20 декабря 2023 года это уже превратилась куда пандемию сейчас уже не до шуток просто-набрасно сейчас от войны устали все европа америка там я не знаю океане никто уже не хочет воевать пишут мне блин из европы а до этого хотели то есть я типа не за станком хотел стоять а хочу чтоб как четырнадцатом году мне опять мыши в блиндаже по лицу бегали да причем здесь хочешь не хочешь то есть ты как бы ну либо ты готов защищать там страну дом либо ты из дреснул куда-то устал где же ты так устал блин там европе ладно не в том дело мне вообще не понятен даже этот механизм то есть откуда взялась эта усталость вот когда в двадцать втором году там я не знаю под киевом были россияне херсон захватили то есть усталости не было да а сейчас когда мы перебили бы он половину их армии там я не знаю от их танков новых т-90 там вообще ничего не осталось на т-55 не перешли а мы в свою очередь ожидаем чтобы нам придут там какие-то ну да запоздали запасы не рассчитали мы по поводу того что собирались в этом году дойти до азова до азовского моря до крыма ну чуть-чуть промахнулись немножко смежники подвели где-то сами наверно протупили не надо все конечно сваливать там на поставки вооружение ну так что из-за того что мы план сдадим не сегодня а завтра это как-то меняя ситуацию что как-то меняет тот факт что от российской армии где российские ракеты вот эти вот я там там фейсбуке фотографии все наверно уже по нафотографировались в этих воронках я там метр восемьдесят четыре я стою на этой дне воронки блин меня не видно нифига это дети 2500 бомб по-моему то есть ракета не напустили уже по украине россияне у них нету столько же сейчас уже все тю тю то же самое эти гостомельские там десантники дать и рязанские псуховский который сейчас черноземом у нас украине валяются поваливают шоу наш с за шторм вот эти уголовники блин нафиг понимаете да как качество меняется армии наступающей как качество техники наступающими есть в какую сторону но у нас в украине меняется это качество у них там бмп эти старые бн бтр чеки блин советские у нас брэдли макс про да еще в малом количестве но блин не все сразу мы мы без этого как-то справлялись с двадцать втором правда при том что был абсолютный перевес у россиян там по артиллерии там по все черноморский флот где второй разговор в заду на дне черного моря крейсер москва там и куча всякой подводную лодку подбили ракеты впервые в истории украинцы расхринячили просто весь этот черноморский флот который по договору харьковского до 42 по моему года должен был стоять нет все равно что-то не так устали от войны ф-16 подходит до позже чем хотелось бы джелы с дебе подходит позже чем хотелось бы но кассетные боеприпасы уже сейчас есть вот тут запорожье глотковка . как она там когда 76 человек положили тремя ракетами в сито просто все превратила это на на час работает это для наша западный мир потихоньку полегоньку раскручиваются до медленнее чем хотелось бы но на самом деле ребята мне в первую очередь это понятно что конечно я хочу домой уже давно с первого дня и в первый день не хотел бы здесь оказаться но я прекрасно понимаю что чем дольше будет сейчас вот эта ситуация продолжаться чем медленнее эту лягушку будут варить в кипятке в молоке чем дольше этот плешивый гном останется при власти и продержится тем тем более капитально он доконает рашистскую федерацию что она потом не через десять и через 20 через 50 лет не сможет ни на кого рыпаться поэтому как бы как для гражданина для меня конечно не домой так хочется как для человека но холодным умом я понимаю что чем дольше это будет продолжаться чем больше ресурсов сейчас будет в бухево сюда рашкостан за наш за счет нашей крови за счет наших жизней но мы обеспечиваем тем самым нашим детям нашим грядущим поколением какую-то нормальную жизнь без опаски того что это жаждущая крови тварюка в виде российской федерации были летом российской империи или советского союза или бы на не знаю что там будет российская республика что останется после путина там кроме головешек на месте этого мордора чем дольше это будет продолжать затем больше соков сюда чем больше крови сюда российской будут поливать вот нашу украинскую землю тем лучше для наших потомков я одну как бы я за себя говорю мне уже полтинник там не уже как бы терять нечего но подумайте об этом хватит уже нафиг уставать кто устал тут блин нафиг ну где не знаю что сидите дальше в европе ну хоть мозги компасирует что нету того кто хочет уже воевать они были блин вообще что-то сидит дома и ждет пока пойду-ка я повоюю блин чтоб по мне снаряды вы прилетали чтобы я землей попросыпала